Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками. Сегодня я хочу показать вам картины Тинторетто. Имя при рождении Якопа Рабусти. Родился он в Венеции, Тинцианской Республики. Работал в жанре Венецианской школы живописи позднего Ренессанса. Якопа Рабусти, более известный как Тинторетто, живописец Венецианской школы позднего Ренессанса. Я зачитывал Википедию и вот нашел картины Тинторетто в интернете. Хочу показать вам. Он был старшим из 21 ребенка, родившегося в семье. Своё прозвище Тинторетто или маленький красильщик, или сын красильщика. Он получил по профессии отца бывшего красильщика ткани. Семья вышла из Бреши, Ломбардия, бывшей в то время частью Венецианской Республики. Очень рано обнаружив необыкновенную способность сына к живописи, отец отдал и ученики Тициана в 1533 году. Но в студии мастер Якопа провел не более 10 дней, после чего Тициан, как гласит предание, не захотел держать его себя, предугадывая в нем опасного себе соперника. Сам Тициан и его последователи относились к Тинторетто довольно холодно, временами пренебрежительно. Но Тинторетто не обращал на их внимание. И благовея перед своим бывшим наставником стремился в своих произведениях соединять Тициановский блеск и силу красок к совершенствам рисунка. Так написано в Википедии, который, по его мнению, никто не обладал в такой степени, как Микеланджело. Он даже написал на видном месте на стене у себя в мастерской свой девиз. Рисунок, как у Микеланджело, колорит, как у Тициана. Изучал скульптуру по микеланджелофским извояниям. Тинторетто владела лепкой из острой глины, что впоследствии помогало ему выставлять композицию из своих картинок. И редко пользовался трупами и препаратами из анатомического кабинета. Жон приучает себя работать не только дневной и ночью. У него вырабатывается новый индивидуальный стиль, отличительные качества которого живая драматичность композиции, смелость, мастерство рисунка, своеобразная живопись в распределении света и тени, теплота и силы красок, широкий прием письма. Тинторетто преобладал свою известность на равне с Тицианом и Паулом Веронезе. Одна колесея работала на Таретто и на Татире Таретто. Это объясняется поспешно с Татире Таретто из Паулы. В первое время он занимался ими, не торопясь, более внимательно. А потому почти все они выходили удачными. Ну а впоследствии у него было огромное количество заказов. Он нерегко писал наскоро, небрезно. И тогда из-под его кисти порой появляются вещи, недостойные ему. Работал преимущественно по заказам религиозного бракства Мириан. Но важнейшим государственным заказом для Тинторетто стало роспися в 20 дожи после пожара 1574-1577 годов. Писал он также портреты и различные мифологические картины. Занимаясь преимущественно исторической живописью, Тинторетто охотно писал портреты, из которых многие поражают превосходной постановкой фигур, выразительностью красок и широким приемом исполнения. Вот посмотрите, пожалуйста. Шикарные портреты. Его дочь Маэла Рабусти, получившая образование под отцовским руководством, успешно занималась портретной живописью. Немецкий император Максимилиан и король Филипп II испанский приглашали ее к себе на службу, но она не захотела расстаться с отцом. Ну а брат художницы Доминика Рабусти, как и сестра, ученик своего отца, усвоил себе его манеру и пользовался известностью преимущественно как искусный портретист. Действительно, ну, тот же известный художник, конечно, Доминика Рабусти, как и его дочь Мария Рабусти. Ну все, сегодня мы узнали о Экопе Рабусти, более известном как Тин Торетто, живописце, венецианце, школы, позднего ренессанса. Все, всем пока, всем привет, посмотрите картины. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»